Для тех, кто следил за моим видео, я обещал сделать взрыв пакет из железа, но у меня никак руки не доходят. Я вам сейчас покажу, как сделать своими руками в домашних условиях взрыв пакет серьезный. Значит, что нам для этого нужно? Вот серебрин, это краска, порошковая краска серебрин. В магазинах не знаю, но на рынках у нас еще продается. Вот сурик свинцовый, это тоже краска порошковая. Это как грунтовка, у нас раньше корабли, железо грунтовали кораблей. Значит, что мы делаем? Мы мешаем один к одному серебрин и сурик, один к одному. И получается вот такая смесь. Один к одному. Повторяю, это самая лучшая смесь, когда один к одному. И все это тщательно перемешиваем. Перемешиваем эту смесь один к одному. Потом нам нужно для этого щебень, гранит, эзолента и пакеты. Значит, что мы делаем? Мы делаем щебень, щебень берем, там три, допустим, три, вот четыре, вот четыре кусочка. Я взял вот такую из-под кофе, такой вот пакет. Значит, кидаем в этот пакет и засыпаем сюда смеси. Ну, естественно, чем больше смеси, тем сильнее будет взрыв. Поэтому более-менее нормальная... В моем детстве, вы же понимаете, не было взрывов этих... Не было петард, я не мог себе их купить. Приходилось самому делать. И чтобы получился нормальный более-менее, это у нас как минимум столовая ложка одна. Можно и две. Ну, понимаем, чем больше кладем смеси, тем у нас мощнее бомба. Мы с вами, давайте, положим чайных, чайных положим, ну, ложки четыре. Вот, ложки четыре. Так. Ну, она уже проверенная, то есть она отлично горит. Давайте чуть-чуть больше. Давайте вот так вот. Пять почти ложек. Так. Эта смесь отлично работает и на фитиле. То есть, в замкнутом пространстве взрыв пакет. И отлично она работает, если фитиль будет петардом. Мы ее в смеси можем там в киндер сюрприз накласть, поставить фитиль как петарда. И отлично получается. Что у нас по безопасности? Значит, при сейчас... Мы это будем закручивать изолентой. Сильно не давить пакет. Потихоньку-потихоньку сжимаем изолентой. Потихоньку. Я не могу это вам показать, потому что я один. Мне не получится снять. И что еще? Камни. Камни, если очень близко к стеклу, при взрыве могут, конечно, повыбивать стекла. Ну, смотрим, куда кидаем. Кидаем либо об стену, либо подкидываем вверх. Машину не пробивает стекла. Что еще? Можно с балкона отлично. Но, естественно, кидаем там, где нет людей. Кидаем. Кидаем. Смотрим, куда кидаем. В общем, сейчас я закручиваю его и показываю, что у нас получилось. Вот получилась такая у нас штука. Вот, на всю руку практически. Помним. Не сжимаем сильно, чтобы он не затонировал в руках. Как бы сколько крутил, ничего подобного не было. Но все равно, сильно не давим, когда крутим изолентой. И сейчас мы пойдем его и рванем. Телефон мы, конечно, ночью не снимаем. Но, надеюсь, вы услышите сейчас результаты этой работы. Ну что, подкидываем вверх. Вот так вот. Помним, для тех, кто кидает в стену, вот такое будет пятно. Плохо видно, конечно, но пятна будут. Так что, понимаем последствия.